7 13 ну и сейчас нестандартно просто утопление мы сейчас попробуем еще и съемку осуществить вы увидите как все это дело отработает у сяоми и оцените насколько хорошо он снимает если его допустим вынимать прятать обратно опять вынимать опять подло прятать обратно и потом вынимать напоминаю что ap68 у меня не срабатывал только на яблоки у всех китайцев viva о паре уме xiaomi все работало всегда волшебно тем привет вы на канале пользы от меня зовут сани здесь только быстро обзоры долгие стримы и сегодня вопреки всему несмотря ни на что я буду вам рассказывать про сяоми 13 про сяоми 13 китайскую версию я уже рассказывал вам около трех месяцев назад и я говорил вам тогда что я не верю что они его допилят спойлер они его допилили и они допилили его во всем я протестировал это из устройства уже в твиче на автономность плюс видео видео здесь подтянули конкретным образом потянули в каких-то моментах с синтетические тесты в каких-то наоборот они сделали его немного послабее но зато постабильнее если говорить об этом девайсе я несколько раз за ролик вам повторю и сейчас самом начале напоминаю что здесь разумеется snapdragon 8 ген 2 это самый последний процессор он самый быстрый разумеется и здесь есть 5g защита от влаги которую вы уже видели он очень классно снимают у него как у яблока прямые абсолютно прямые грани и это очень удобно почему потому что у тебя если экран не водопад лично у меня на экране водопаде часто срабатывают ложные нажатия плюс играть в такие типы экранов лично мне удобнее большинству пользователей опять же по моему мнению если говорить о фронталке она здесь скромная может снимать только в 1080p 30 fps но они довольно неплохие посмотрите на ютюбе вполне возможно те примера которая скину вам этого будет более чем достаточно здесь есть определенные недостатки здесь нет направленного микрофона для примера для примера кому-то будет может быть маленький размер экрана возможно кому-то не понравится то что здесь нет микро изделия миниджека но это все мелочи жизни почему потому что за те деньги что он сейчас продается и за те деньги что еще раз десять раз за ролик вам повторю его можно перепродать это устройство просто волшебная то есть это практически как яблоко поэтому они я его с ним и буду сравнивать почему как яблоко потому что яблоко тоже минимально теряет стоимости когда-то его покупаешь и это факт и к чему это все к тому что данные устройства в сравнении будут вы увидите тайм коды можете сразу туда перемотать по видео и по фото в конце вы увидите эпилог я сейчас добавляю тайм коды если интересны глобалки пишите потому что я стараюсь в первую очередь рассказать о китайских версиях смартфонов они выходят первыми потом я могу покупать вот допустим как этот глобалку и рассказывать вам что поменялось потому что здесь в плане видеосъемки поменялось все они молодцы но это начало смотрим распаковка поставляется сяоми 13 в белой минималистичной коробке в комплекте мы имеем краткое руководство обыкновенный силиконовый чехол сам смартфон с наклеенной защитной пленкой кабель с юсби и на тайп си блок питания на 67 ватт и ключ для извлечения прорезиненного слота под две наносим карты или под одну наносим и одну есть им не забываем не путайте очень часто на авито очень многие люди пишут что сяоми 13 глобальной версии а по факту это global rom перепрошитый китаец так вот global rom и global version это разные версии я сейчас вам рассказываю про глобальную версию global rom не попадитесь весит смартфон без чехла 189 граммов а габариты составляют 152 на 71 на 9 миллиметров с блоком камер а без блока камер 6 целых восемь десятых миллиметра ультра он тоненький габариты и вес я считаю один из плюсов данной модели плюс довольно неплохая защитная пленка заводская розыгрыш и море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 mi band of 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарии к любому видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал там много всего полезного повторяюсь допустим сяоми 13 продавались самый низкий ценник на али по 54 никакой таможене платить не нужно было и практически все мои знакомые кто хотел приобрел и уже получили их и к слову спойлер все рады почему потому что если вам это дело не зайдет примерно за те же деньги вы можете это дело и продать но это лирикой подписывайтесь колоколом напишите в комментах кстати чтобы вы еще хотели увидеть на обзор почти на все самое интересное обзор у меня на канале начнем с телефона как вы уже поняли сегодня речь пойдет о глобальной версии сяоми 13 на китайскую версию обзор уже был на канале кому интересно можете посмотреть и сравнить и тот и другой я гонял кстати в твиче на автономность на лайв канале тесты я выгружал плюс еще много разных тестов смотрите сравнивайте и решайте нравится вам это дело или нет как он снимает но еще раз повторяюсь камеры допилили вы увидите это в данном ролике в просветкам на выбор есть черный белый зеленый а вот голубой в глобале отсутствует тыльная часть тактильно приятная но марка выполнена на из глянцевого стекла рама алюминиевая смартфон же имеет защиту от влаги класса ip68 и пыли разумеется в начале ролика для вас его топил плане удобства использования все отлично смартфон не тяжело одной рукой можно пользоваться смартфоном без проблем на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости старый разъем usb от г версии 20 за что однозначно минус долго файлы будут скидываться по кабелю так что только облака только гигабитный интернета только вай фай далее есть микрофон и стереодинамики звучание здесь отличные громкости лично мне достаточно имеется сертификация хэрэс аудио хэрэс аудио вайлэс а также на борту dolby atmos предостановки звучание на борту как и кастомный эквалайзер что удобно bluetooth кодеков немного но основные на борту вибромоторчик линейный по оси x тактильно приятный и настраиваемый миниджека нет а и к порт стандартно для сяоми в наличии так что если вы заехали в какую-то гостиницу и пульт у вас не работает вы всегда сможете найти решение если у вас этот смартфон в руках летим дальше смартфон оснащен amoled е6 дисплеем на 6,36 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей соотношение сторон 20 9 есть поддержка dolby vision hdr 10 плюс также используется технология тру кола цветовое пространство от сто процентов 10 и p3 плотность пикселей 414 пика и яркость 1200 нет пиковая яркость 1900 не в целом солнечный день при прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно главное включить автояркость хотя смартфон все равно под прямыми лучами рано или поздно устанет и яркость сбросит потому что он перегреется включена автояркостью смартфон выдает полторы тысячи люксов это очень даже прилично автояркость отрабатывает корректно ко всему установлен датчик освещенности на 360 градусов частота обновления экрана максимум 120 герц технология адаптив синг также на борту как и 60 герц тач на 240 герц результаты мягко говоря не хорошие то есть плохие показатели шим слегка выше среднего так как поднимаются до 37 процентов но в целом от экрана у меня глаза не устают и разумеется можно включить 10 мин встроенный после того как вы его включаете правда смартфон упорно пытается перепрыгнуть на 60 герц но иногда он возвращается на 120 я думаю рано или поздно этот программный глюк они закроют но при активированном 10 минге шим до 20 процентов во всех сценариях использования то есть цвет блеск красота прямым текстом полноценного вейсон дисплей в наличии мультитач также есть и экран берет спокойно 10 касаний одновременно разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран и распознавание лиц сканер отпечатков пальцев работает хорошо распознавание лиц срабатывает отлично даже под углами минус безопасности устройства заключается в том что можно завести несколько раз один и тот же палец и два раза одно и то же лицо ну про лицо то еще относительно потому что подразумевается что вы допустим в очках сделаете разблокировку и без очку в использовании экран показал себя очень хорошо подбородка нет рамки минимальной яркости достаточно и цветопередача у экрана отличная летим дальше процессор установлен qualcomm snapdragon 8 gen 2 стих процессом 4 на метра с 8 ядрами максимальная частота у него также три целых две десятых гигагерца также установлен сяоми search g1 чип графический процессор адрес 740 но он идет стандартным обвесом gen 2 от снапа за охлаждение отвечает технология liquid cool с испарительной камерой и многослойными графитовыми листами но главное не как это называют правда как это работает повторяясь на лайв канале есть запись твича как часик он спокойно вывез стриминг одновременно и игру в тактику на 60 fps оперативная память lpdr5x и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт внутренняя память ура юфс 40 на выбор 256 или 512 гигабайт также есть вариант со ста двадцатью восьми у но там версия пзу юфс 31 ее настоятельно не рекомендую покупать потому что это абсолютно другого устройства до такой степени большая разница между скоростью работы юфс 31 юфс 40 что это небо и земля операционная система миюа и 14 на базе андроида 13 версии хотя вполне возможно когда вы смотрите этот обзор уже какой-нибудь android 14 версии имею и 15 потому что обновление разумеется будут прилетать они уже прилетали изменения в работе устройства однозначно есть примеру теперь при выгрузке видео файлов программу для монтажа видео вообще не тормозят я думаю вы это заметите напоминаю что в начале продажи у данной модели да и не только была проблема связанная с оптимизацией формата видео снятых на стоковую камеру смартфона под различные сервисы для постобработки при том что снимая чрезсторонние приложения для съемки проблем никаких не было еще есть определенный момент в том что по моим наблюдениям сяоми 12 и 12 и про они так и не допилили так что то что они допилили сяоми 13 это прямо отлично имеется поддержка высокоскоростного вайфая 6 серии на али указана 7 серия вайфая по какой-то причине ну ладно они даже вроде в рекламе 7 не упоминали по большому счету вам и 6 хватит а 6 и это вообще супер также смартфон оснащен технологию qualcomm fast connection 78 2 0 имеет поддержку 5g сетей которая не для всех актуально хорошо что она есть для 4g 7 20 band разумеется на борту ведь это глобалка напоминаю что в этом идея что если вы покупаете китайскую версию перепрошитую на global там не все будут бенды и это значит что в определенных местах связь у вас будет хуже в российской федерации звучание во время разговора хорошие микрофоны как и датчик приближения не подводили bluetooth версии 5 и 3 напоминаю что 5 и 4 есть но в телефонах я ее не встречал пока эту версию и на все поддерживается можно установить мир пэй оплачивать покупки на все модулем gps тест показывает точность 3 метра в городских условиях что стандартно для qualcomm и емкость аккумулятора четыре с половиной тысячи миллиампер часов писемарк он выдал шикарные 9 часов 16 минут и осталось еще 20 процентов при том на максимальной яркости при 120 герцах смартфон также поддерживают быструю беспроводную зарядку и реверсивную и быстро на 67 ватт беспроводная на 50 и реверсивная на 10 заряжается с нуля до сотки в среднем за 44 минуты при просмотре видео на ютюбе за один час у меня уходит среднем 6 процентов по вайфаю в играх с одновременным стримингом на твиче ушло космические 26 процентов но и не 32 процента как у некоторых флагманов которые недавно тестировал притом аж у двух то есть 26 принципе прилично но к слову греется он все равно за этот час до 42 градусов перейдем же к тестам троттлинг тест смартфон выдал 300 гипсов минимальном максимально 463 гипса и в среднем 374 гипса над 100 потоках при 30 минутах не особо стабильно все ну и неплохо в гиг бенче в шестом в сингл коре 1652 в мультикоре 5105 3d mark показал вайл лайф максимум вайл лайф стресс-тест 10847 вайл лайф экстрим стресс-тест 2932 вайл лайф экстрим 3028 все это он проходил без каких-то ухищрений в плане того что не запихивал в морозилку он спокойно прошел эти тесты без чехла единства в помещении в котором было где-то плюс 23 градуса бантут он выдал результат в один миллион сто девяносто восемь тысяч попугаев у кого-то больше выбивает у кого-то меньше но это не принципиально никаких особых режимов игровых или еще каких-то я у смартфонов когда я тестирую их в подобном не включаю исключение было huawei made 50 про я гонял в не в производительном режиме 700 с лишним тысяч производительным 900 с лишним тысяч сторож тест показал здесь у нас 128000 что стандартно плюс-минус 130 тысяч все на юфс 40 показывают 45-минутный стресс-тест прошел неплохо но не идеально результаты вы можете наблюдать на экране результаты теста искусственного интеллекта космические 3 миллиона восемьсот тысяч основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров и двойной лет вспышки направленного микрофона нет хотя хотелось бы над камерами сяоми работали совместно с лейкой основной сенсор 50 мегапикселей с хайпер а с стабилизацией оптической технологии супер пиксель 4 в одном и апертуры f18 очень круто правда но не топ ультра ширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и телефото сенсор на 10 мегапикселей с оптической стабилизацией и апертурой f20 запись видео доступна в максимальном разрешении 8 к 24 fps 4к 60 fps также на борту оптический зум вместе с цифровым в наличии используется технология сяоми pro focus для фокусирования с отслеживанием глаз фокусировкой с отслеживанием движения и съемка динамических сюжетов также в стоке есть режим hdr ночной режим режим луны про режим режим light burst два стиля визуализации и не только слову видео в hdr с помощью технологию dolby vision можно записывать в 4к 60 fps фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с технологией супер пиксель 4 в одном угол обзора 89,6 градуса с динамическим кадрированием находится он верхней части экрана по центру в небольшом вырезе максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps лютый файл даже 60 fps нет съемка фото и видео ужасно на эту фронталку и напоминаю что все тесты все ролики я снимаю стоковой камере если разумеется вы накатить какую-то другую камеру настроить и под себя если у вас прямые руки с собой всегда штатив и жгучее желание доказать что этот смартфон снимает лучше чем любая зеркалка я уверен что у вас все получится без сарказма главное правильно выбрать цвет свет и место а все остальное приложится ну и разумеется на с настройками поиграться вот вам пример 4к 60 fps одинаковые условия штатив xiaomi 13 iphone 14 pro max вот так максимально солнечный день без очков чтобы это не мешало их автофокусу вы сможете снимать себя любимого и декламировать какие-нибудь вещи напоминаю что у яблоко тысячный раз есть направленный микрофон но это не значит что у яблоко микрофон работает лучше потому что сколько бы я не сравнивал это устройство с остальными все отмечают что звук слегка глуховат я вам скажу что он больше потом подходит для поста обработки но в сху в истоке в исходнике как вы сейчас слышите лучше все равно по мне с яблоко кстати сейчас птички щепечут если вы это слышите это хорошо или нехорошо это шум или нет как вы считаете смотрим и пример ультра ширика iphone 14 pro max и сяоми 13 и разумеется мы не будем рассказывать вам про то где какие автофокус и правда потому что и так все в курсе но напоминаю что у сяоми к сожалению только 4к 24 fps на ультра ширики у яблоко 4к 60 fps и это в данном случае решает хотя опять же для ультра ширика я рекомендую всем покупать даже самую дешевую либо камеру sony action камеру либо gopro ничего с ними не сравнится к сожалению это мое наблюдение у вас может быть другое на google pro 11 правда я уже не знаю где-то полгода обзор немного выгружить выгрузить хотя мне она нравится и пользуюсь и на стримах ее использую смотрим и здесь немного фронталки 1080p 30 fps на сяоми и 4к 60 fps на яблоки это конечно небо и земля поэтому долгого сравнения не будет я думаю что вам в принципе это уже достаточно кому-то фронталка не нужно это хорошо сяоми не нужно ночь основная камера 4к 60 fps iphone и сяоми 13 вот так сяоми с рывками потому что сяоми полностью разряжена но на японии 14 можно делать их 6 и к 60 fps на сяоми 6 и там и там шумы но увидите что яблоко конечно выигрывает конкретно и фронталку нет смысла сравнивать потому что фронталку xiaomi не 4к и даже не 60 fps а тысячу 80 и 30 пытался 4к 60 fps еще немного шикарных видов но хочу отметить что на айфоне постоянно скидывается этот 60 fps 4к все время скидывается нас я не знаю почему в стоковой камере такая штука ну вот так может быть где-то в настройках можно поменять но опять же я и не пользуюсь обычно показывать вам тестирование вот так сяоми может соперничать с яблоком очень даже эффективно эффектно на ультра ширике соперничество минимально потому что вы видите здесь 24 fps у сяоми но 4к зато тоже но так такие проседания если же сравнивать в hd 1080p 60 fps тоже сейчас видите достаточно по большому счету и 10 секунд где хорошо где плохо и ультра ширик на 1080p 60 fps почему актуально потому что многие смартфонами пользуются стараются пользоваться как гул крошкой я вижу что яблоко в этом смысле проигрывает по полной программе мне так кажется напишите как ваше мнение так и отоп посмотрим как я реализую вот так пока 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 не так и нет надо еще раз вот он уже но есть вот так разница в картинке оцениваем автококусы а здесь конечно слегка доходит до смешного разумеется вот здесь сразу видно у кого где фотография здесь у нас на яблоки слева фото и здесь у нас на сяоми и можно долго упорно спорить по поводу того что в принципе у сяоми все потребно но мы не забываем что этот портрет при выгрузке в соцсети если брать яблоко и если брать сяоми это будет небо и земля то есть да здесь может быть он даже лучше сработал потому что у яблока вообще один сплошной шум и никакого отделения лица если об этом говорить но с другой стороны здесь сейчас у яблоко лучше сработало определение вообще волос принципе на лице ну что же барабанная дробь вот смотрите у нас сяоми 35 23 миллиметра здесь апертура 18 и разумеется яблоко 3524 и апертура у нас 18 и что мы можем с вами увидеть вот допустим у сяоми по работе со светом тут разумеется лидер яблоко и нечего говорить но если посмотреть допустим на объекты здесь у нас по правой стороне есть машины сожалению яблоко захватила это все дело сяоми не захватила если говорить о пляже то а зданиях допустим здание разумеется у нас очертание чуть чуть лучше у яблока чуть чуть лучше по лодке и людям плюс-минус одинаково но в целом ночью еще раз повторяю что все эти снимки если только здесь по краям смотреть есть шумы или нет по большому счету плюс-минус то же самое здесь у нас телевик и от сяоми телевик одинаковая фотография фактически в одинаковых условиях вот смотрим у сяоми допустим по знаку если брать детализацию то мне она больше нравится на яблоки с одной стороны с другой стороны также мне больше нравится детализацию объектов таких как мотоциклы позади даже пакет по большому счету хотя смотря как смотреть нет все-таки лучше по мне на яблоки но опять же это смотря как смотреть по цветам плюс-минус одинаково все не туда выстрелили почему потому что здесь у нас у сяоми слишком бледно яблоко слишком выкручен если брать допустим какие-нибудь объекты из разряда вот в окне смотрите здесь палец торчит то здесь тоже самое плюс-минус одинаково что сяоми что яблоко вытащила палец но вот здесь у нас видно рука видите чуть 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 лучше опять же это мое субъективное мнение если говорить о каких-то замыливаниях по краям то я их здесь не вижу особо то есть если брать сяоми и брать яблоко сяоми по мне с цветами менее меньше угадала а так в целом плюс-минус то же самое в целом уровень как вы понимаете плюс-минус одинаковый но здесь есть магия магия заключается в том что при выгрузке данных фотографий в социальные сети у яблока она будет понятно почему более оптимизированные то что вы сейчас видите на экране опять же нужно смотреть на каких-то калиброванных экранах почему потому что смотрите допустим стену я буду рассматривать и здесь фактура и структура стены у яблока лучше при том как бы значительно лучшие разводы видны и всего чего и здесь грязь видна но нужны ли вам будут эти моменты или нет это опять же решать вам во всяком случае мы решили здесь что я думаю с вами солидарную что у яблока больше деталей ну и здесь у нас очень неприятная картина почему потому что вот смотрите справа разумеется фотография на телевик от яблока слева фотография на телевик от сяоми 3523 и у нас здесь 3578 если говорить о опять же том насколько хорошо все получилось ну тут сразу видно если говорить о сяоми почему фотографию то вставил допустим в обзор потому что сколько я не пытался сделать здесь что-то потребное вот здесь самое потребное то есть это одна и та же точка это штатив и к сожалению а сяоми ночью понятно что ночные фотографии вообще бесполезно то есть вы в принципе их никуда не запихаете но сяоми в этом сценарии использования просто вчистую проигрывает в первую очередь наверное потому что здесь все-таки у яблока стап получше хотя все снимал с штатива но будем считать как мне написали правильную мою телегу в за личную что сани это было землетрясение будем считать что это было землетрясением но вот вот так но что перед нами два портрета и как бы нам не хотелось это iphone разумеется и это у нас сяоми при том что здесь довольно все понятно почему потому что смотрите если мы увеличиваем допустим на сяоми лоб мы видим что здесь сяоми увидела волосы яблоко просто-напросто сделала какую-то штуку непонятно абсолютно то есть прическа получается ограниченная так в отличие от сяоми сяоми опять же здесь у нас увидела волосы попыталась их захватить понятно что не все заблёрила не все увидела но какие-то волосы она увидела если брать рубашку то здесь тяжело разумеется что тон плюс-минус один и тот же смотрите волосы здесь на рубашке и волосы у яблока у яблока они практически отсутствуют то есть если говорить про детальность допустим про волосы на бороде то мы сейчас увидим здесь допустим на яблоке картину что волос опять же еще хуже намного прорисована если говорить кто как вырезает да здесь конечно не очень красиво у сяоми получилось какими-то местами но опять же помним что пусть яблоко но и дорисовала неплохо но здесь тоже у них недостатки есть и если говорит допустим о каких-то недостатках лица то морщины лучше передает яблоко если говорить о цвете лица то скорее всего яблоко меньше красят я могу констатировать факт что тон кожи яблоко лучше передает недостатки яблоко лучше передает но вырезает она хуже с волосами у него работа хуже и разумеется детали какие-то яблоко опускают она не опускают детали кожи но она пуская детали одежды возможно увидите волос нет волосы есть одна и та же фотография вот так а вроде бы должно было быть по-другому да потому что здесь у нас довольно скромный модуль здесь у нас прям все должно быть волшебно 4к 60fps основная камера селми 13 и вот так вы сможете снимать различные объекты в ночи x6 то же самое селми 13 фронталка никакого роллинг-шатра но только 1080p 30 fps абсолютно ночь не звездочки ну что же 4к 60fps вот так живут обычные азиатские семьи и сейчас вы увидите как на байке если увидите значит все хорошо что кончилось можно снимать на xiaomi 13 чем особо актуально это тем что xiaomi 13 еще раз повторяюсь по моему мнению конкретным образом купили разговаривают время поэтому вполне возможно вам будет казаться не очень хорошим но учитывая что опять же это во время поездки обратите внимание на стабилизацию она стала лучше обратите внимание что кадров нет больше обрывов у ппс опять же это моё субъективное мнение вы можете с ним не согласиться но по мне даже в данных условиях обстановка это дело снимает хорошо так делать разумеется нельзя разумеется если его повесить на палку на штабит все это будет трястись мы это уже проходили вонармэджик 5 про я еще буду вешать его потом на шлем но сейчас в руке вот так он может снимать и по мне довольно круто ну и разумеется съемка фронталки напоминаю что она никакая не космическая 1080p 30 fps так делать разумеется ни в коем случае нельзя но для контента правила не нарушаю вообще космический почему это все потому что вот так вроде бы фронталка с довольно слабым разрешением и я опять же все видите всегда зависят от цвета и разумеется того для чего вам это необходимо допустим для того же ютуба в каком-нибудь разрешении таком же 1080p этого более чем достаточно и я кажется понимаю почему я так радуюсь от этого селми 13 потому что как только я получил его это к слову пример фронталки и сейчас будет интереснее а это лифты съемку уже на основную камеру 4к 60 fps я могу объяснить мою радость наверное это одно из тех устройств про которое можно сказать она раз стал лучше и 2 стало дешевле от глобалки это классно не сочтите за рекламу сяоми со своей операционкой чертовой тучи с этих ненужных программ это тоже та еще марокко ну что ж ну что ж мне кажется сейчас ппс одной руки и устройство у меня без чекла там где-то можно сделать это очень странно я могу сказать что 50 с лишним градусов показывают процессор и батарея в чекле я просто лежал в сумке и какие тесты я не проводил очень-очень странно вот так вот можно снимать с одной руки взгляд на ту степень и помните что лучше использовать стекла потому что стекло какая-то печальная стекла ну а еще снимать от него довольно проблематично потому что телефон реально скользкий а так как он при съемке и весом греется руки начинают потеть и долго это делать нельзя вот так при этом можно снимать 1080pps, который он предлагает днем вообще неплохая картинка, но напоминаю что когда у тебя не случится 100pps, все вообще неплохо как бы не было приятно глазу сейчас вам если вы смотрите на планшете телефоне это все равно не то не та картинка которая могла бы быть чуть чуть по недопилим минусы смартфон довольно сильно греется при том в разных сценариях использования допустим когда держал его в сумке и он у меня просто был не заблокирован он разогрелся аж до 51 градуса правда на улице было плюс 30 но это тоже странно старый разъем usb type-c система безопасности как по мне лично хромает нет 4к для фронтальной камеры даже 60 fps нет марки корпус шим переваливает без 10 димминга за 30 процентов нет миниджека и нельзя расширить внутреннюю память вставив micro sd но это в принципе у всех так а также относительно для кого-то цена хотя по мне он своих денег однозначно стоит цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео она последнее время мало меняется потому что как говорят сяоми поверили в себя и на презентации нам лупанули такой ценник что все подумали друзья но вы чего мы брать не будем и никто не брал и теперь у них ценник более чем лояльный при том за эти деньги я считаю что лучшего аппарата на рынке нет опять же это мое субъективное мнение довольно странно вам его наверно слышать после того как я показал вам все примеры съемок но вот так и резюмировать я бы хотел на камеру сяоми 13 вот сейчас вы видите как он снимает в тех же получается студийных условиях что и снимала sony fx3 в самом начале первое для меня только сейчас дошло что это сяоми 13 версии и хотя в азии число 13 они не особо любят и они стараются допустим даже в небоскребах делать не 13 этаж а 12 а то здесь они не побоялись я вам скажу что по моим ощущениям опять же я покупал практически все сяоми начиная с 11 версии это самый удачный аппарат я не говорю про прошу она реально дорогая я не говорю как 12 12 т про у них были волшебные фото но свои минусы по сбалансированности вот эта штука которую вы сегодня видели на экране по мне самый идеальный баланс тех кто любит милай те кто кому нравится xiaomi кому нравится android обязательно сходите в магазин потрогайте все это дело в руках и довольно быстро скупают везде но цены на них все равно не космос потому что народ закупился также на али кому-то не понадобилось кто-то решил на этом там пару тысяч заработать в целом этот девайс и вправду народный флагман это мое субъективное мнение можете написать в комментах согласны ли вы с этим потому что когда я проводил презентацию которую к слову набрала 100000 просмотров перевод презентации 1 мост и на 100000 просмотров меньше чем за полгода так вот я говорил что лютого прайса не абсолютно неадекватные они поставили какой-то ценник неадекватной они его сбросили и теперь кажется что все нормально и теперь кажется что этот смарт своих денег однозначно стоит поэтому еще раз если вам нравится такой компактный относительно компактный флагман с великолепными характеристиками немного задушенным процессором потому что они сделали его немного слабее разумеется с какими-то недостатками как у всех андроидов я однозначно его могу рекомендовать к покупке станет он для лучше появится ли у него крылья не знаю добавится ли у него micro sd mini jack и будет ли у него что-то супер волшебное по фото разумеется нет все будет всегда зависит от ваших рук допилить ему защиту начнет может и летать на квадрокоптере не знаю вопрос всегда цены цена качество здесь цена качество по мне соответствует пишем в комментах как у вас был флагман на руках чем он вам нравится всем кто оставит любой комментарий больше пяти слов огромное спасибо знаете вы помогаете проекту смотрим на лайве тестирование этих устройств допустим утопление все остальное некоторые в аквапарке гоняю либо еще в каких-то экстремальных видах деятельности девайсу однозначно да добра и удачи вам дорогие друзья